информационным оружием. И вот таким войском они сделали мировое еврейство. Они взяли одну из бедных семитских племен, почему закон-то не об антиевризме, а об антисемитизме. Семиты это кочевые племена арабов, кочевников. Они взяли одну из этих семитских племен и увели их на 42 года в пустыню. Спрашивается, зачем этих несчастных людей было водить 42 года по пустыне, пересечь которую можно там за 2-3 недели. Это приблизительно Синайский полуорстов, как Крымский. А вот для чего. В условиях пустыни старики быстро умерли, жарко, солнца, воды там нет. А те, которые рождались, они уже сказок бабушки и дедушки не слышали. То есть появились Иваны, не помнящие своего родства. Значит, не работали, питались дармовой манной кашей, которую древнеегипетское жречество на повозках привозило. И только один жрец-экскурсовод Моисей знал, где очередная куча манной каши, куда идти. А они же неграмотные были, не убежишь из пустыни. Почитайте внимательно Библию, там все это написано. То есть их сделали заложниками. Значит, не работали, питались дармовой манной кашей. А чем занимались? Занимались боевой политической подготовкой. То есть днем марш-бросок, а вечером им промывали мозги жрец-экскурсовод Моисей. И что он говорил? Вот послушайте. Значит, а я цитирую. «Итак, Израиль, слушай законы и постановления, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и шли, и размножились, и наследовали те земли, которые Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». Что для этого надо делать? Не давая в рост, то есть под проценты ростовщичества, брату своему, имеется в виду иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно давать в рост. Иноземцам, то есть нам всем, не иудеям, давая в рост, а брату своему не давая в рост, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах твоих, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их, резиденты, служить тебе, и не будут затворяться твои врата ни днем, ни ночью, чтобы складывалось достояние других народов к ногам твоим. А те цари и те народы, которые не захотят служить тебе, такие народы совершенно истребятся. Я вам процитировал, можете проверить. И вот вся эта мерзость считается у нас мерзостью священной. За моей подписью ушло письмо патриарху Московскому и всея Руси, Алексию Второму. Уважаемый святейший патриарх, вот это кто? Бог писал или кто? Нет ответа с 93-го года и не будет. Понимаете почему? Потому что, а что тут отвечать-то? Папа Римский, тот хоть по крайней мере заявил, что нам надо пересмотреть, значит, изложение Библии, как несоответствующее современному там терминологии и так далее. То есть чувствуется, что что-то надо выбираться из этой, так сказать, трясины, потому что куда же с такими тезисами?